В Якутске все желающие ученики со 2 по 11 классу могут проверить свой уровень знаний английского языка. В этом им помогает Кембриджская Олимпиада. Главная цель Олимпиады это не победить, а диагностировать свой уровень знаний английского языка в соответствии с международной школой. Подробности в материале Евгении Андросовой. Саша, Айдын и Дима ученики 11 класса, но из разных школ. В этом году именно они стали финалистами Кембриджской Олимпиады. Если в первом туре был письменный экзамен, то во втором проверка навыков спонтанной устной речи, описания картинок и обсуждения различных тем. Кембриджские экзамены это система международных экзаменов, разрабатываемых Кембриджским университетом. Известно своей объективностью и качеством тестов. Саша Федотов увлекается английским языком с детского сада. Сейчас свободно владеет иностранной речью. Хочет стать врачом. Английский для него способ общаться и получать информацию. Это очень веселый опыт. Мне кажется, что это очень важно. Важно, чтобы человек умел хорошо общаться, чтобы он хорошо умел выступать на публике. Ну и держаться камерой, как мы сегодня сделали такой вот эксперимент. Айдын Егоров учится в 17-й школе. Изучает английский со второго класса. Иностранный язык Айдын изучает самостоятельно. Несмотря на то, что это была Олимпиада, у нас была дискуссия, были разные мнения. И у нас даже были некоторые разногласия. Но, по-моему, это даже хорошо. И, в принципе, мне очень сильно понравилось. В нынешней Олимпиаде участвовали 574 школьника со второго по одиннадцатой классы. Организаторы отмечают, уровень знаний у ребят только растет. Участие в данной Олимпиаде позволяет школьникам получить независимую оценку качества их языковой подготовки. Прочувствовать, какому уровню они соответствуют и наметить для себя дальнейшие цели. Северо-Восточный федеральный университет сотрудничает с экзаменационным департаментом Кембриджского университета и имеет официальный статус Кембриджского центра по подготовке к экзаменам. Тесты проводят сертифицированные эксперты, преподаватели института. Евгения Андросова, Григорий Охлопков, Якутск.